Я научился слепой печати за 7 дней. Меня зовут Злобий, поехали! На данный момент моя скорость составляет в среднем 250 знаков в минуту. Я выше среднего, но профессионалом меня пока назвать нельзя. Для её увеличения используют метод слепой печати. При нём работают все пальцы, и под каждый выделена своя область клавиш. Первым делом я решил распечатать эту самую картинку, где показано, какой палец отвечает за какую кнопку. Положил рядом с собой, и взглядом пытался сопоставлять пальцы под нужные кнопки. 15 минут так попечатал, и понял. Не, ерунда полная. Совсем неудобно смотреть одновременно на листочек, на клавиатуру и на монитор. Взгляд туда-сюда бегает, и в итоге просто путаешься. И как оказалось, на клавиатуру не советуют смотреть вовсе. Так что не буду. Подход к обучению явно надо было менять. Но на какой? Решил в этот раз не просто наобум выбрать метод обучения, а заглянуть в суть проблемы. Почему слепая печать не усваивается у людей сама по себе? Я проследил, как именно у меня работают руки во время печати. И оказывается, что всё-таки этот метод у меня частично развит. А именно на левой руке. Да, возможно, некоторые пальцы нажимают не на те клавиши, что заложены в шаблоне. Но как минимум, участвуют все. А вот правая рука будто дистрофирована. Нажимаю лишь указательным пальцем. А точку так вообще ставлю большим. Я предполагаю, что это благодаря играм. Ведь во многих приходится нажимать левой рукой на клавиши АВСД. Причём всеми пальцами. А вот правая рука в это время всего лишь держит мышку. Но текста же мы пишем обеими руками. Почему же они нас тогда не сильно развивают? Я решил выделить буквы на клавиатуре по категориям, относительно их используемости в речи. Трудно не заметить, но все частые клавиши находятся в основном лишь под указательные пальцы. Это и объясняет, почему многие привыкли печатать лишь ими. Раз у меня плохо развиты остальные пальцы руки, то и надо сделать усиленный упор именно на них. Не просто писать случайные текста, а брать специально составленные, имеющие в составе слова из этих редких букв. Поэтому я отправился искать тренировочные сайты с особыми текстами. Очень много шлаков встретилось на пути, но в итоге более-менее нашёл. Сайт, которым я пользовался, был нацелен не на скорость, а на печать без ошибок. Если нажал трижды не на ту клавишу, задание начинается заново. Бывало, что я тратил на решение задания всего из 8 слов целых 15 минут. Но со временем я привыкал. Мозг начинал лучше управлять каждым пальцем по отдельности, и они буквально скакали по клавиатуре. Но один момент я сначала так и не понял. Ни на одном сайте не было указано, должны ли пальцы лежать на кнопках. Или разрешено, чтобы они были немного приподняты. И тут будто бог спустился с небес. С видео о том, как какая-то удивительная старушка печатает быстрее компьютера. И во время печати, руки у неё не прикованы клавишам, а находятся в воздухе. Так действительно мне показалось более свободно и приятно печатать. Позанимаясь в сумме где-то часа два, я лёг спать. А на следующий день произошло кое-что неприятное. Блин, я походу забыл всё, о чему научился вчера. Ну, вернее, образно-то я помню, куда там что нажимать. Но вот пальцы этого не помнят. Потренировавшись, я заметил, что смог добиться вчерашних результатов вновь не за два часа, а всего за час. И скорость даже малость увеличилась. Значит, надо продолжать. На четвёртый день я решил попробовать полную слепую печать. Повязал на глаза повязку и печатал случайный текст, приходивший в голову. Да, может, получившийся текст имеет больше ошибок, чем хотелось бы. Ведь сложнее их исправить, если не помнишь, где они находятся. Но главное, что пальцы, благодаря этому упражнению, начинают лучше осваиваться на клавиатуре. Ты находишь нужную кнопку не глазами, а именно пальцами, отталкиваясь от кнопок с выступами А и О. Ведь, кто не знал, указательные пальцы должны лежать именно на этих кнопках, а остальные рядом. Пользуясь этим положением, легко запомнить, насколько нужно вытянуть палец, чтобы нажать нужную кнопку. На шестой день, помимо обычной тренировки, мне стало интересно, буду ли я печатать так же лихо, но на другой клавиатуре. Взял мамин ноутбук, на котором клавиши значительно меньше и легче. И также потренировался. Первые 15 минут было не особо удобно, и нажимал довольно медленно и неуверенно. Но после я пришёл к своей уже обычной скорости. Так что дело привычки имеет значение, но не такое большое, как можно подумать. Так, сегодня финальный день, поэтому попробую закрепить результат и позаниматься не два часа, а целых четыре. Не так много. И в результате этой долгой тренировки кое-что меня удивило. Если сравнивать с недавним видео, где я учился строиться в Майнкрафте, и мне приходилось обучаться быстрому клику мыши, то во время этих тренировок у меня пальцы настолько уставали, что аж тряслись. В быстром же печатании на клавиатуре такого нет. Наверное, потому что они печатают не одновременно все, а по очереди. И каждый успевает в эти промежутки отдохнуть. Однако, появилось кое-что иное. У меня начала болеть голова. После второго часа тренировки я начал замечать, что путаюсь в нажимании букв. Я помню, каким пальцем нужно нажимать, но мозг нажимать отказывается. И спасением от этой мути стал обычный 10-минутный отдых. Все в голове начинало раскладываться по полочкам, и легко было вернуться в строй. Но в любом случае, после каждого занятия, я замечал в себе кое-что удивительное. У меня понемногу улучшалась речь. Язык будто развязался и стал свободнее двигаться. И я понял почему. Думаю, многие слышали хоть раз о полушариях мозга. Их всего два. И каждый отвечает за разные области жизни. Одно в большей степени за речь и логику. Другое за фантазию и интуицию. И связаны они зеркально к нашим рукам. То есть, пользуемся левой рукой, а в это время правое полушарие начинает работать сильнее. Но, когда мы печатаем, мы пользуемся двумя руками. Из-за чего работают оба полушария. А значит, и развиваются все области нашей жизни. Разумеется, лишь быстропечатав, вы не станете сверхчеловеком. Или диктором озвучки. Но пользу заметьте сразу. В итоге, за 7 дней занятий, я смог повысить скорость печати с 250 знаков в минуту до целых 450. Увидимся в следующем видео.